По традиции, ко всероссийской акции «Ночь в музее» присоединилась и городская библиотека. Библионочь началась на улице с громких чтений «Зажечь над миром истину». К открытому микрофону приглашали всех, кто хотел поделиться с горожанами отрывком из любимого произведения. Дмитрий Тарасов прочитал стихотворения, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Узнал, какой формат, что вот так можно будет стихи почитать всем желающим. Ну, подумал, ну, а почему бы и нет. Как живительной чистоты родник источили Кирилл с Мефодием, наш возвышенный и святой язык – достояние нашей Родины. Библионочь – это время, когда обычно тихие залы и коридоры заполняются топотом ног и громкими голосами многочисленных посетителей. В 7 вечера и до полуночи здесь работали разнообразные мастер-классы и тематические площадки. Участники объединения «Саровский котельон» посигнули на святая святых библиотеки читальный зал и устроили там танцы. Почарующие звуки музыки вальса и польки танцевали все от мала до велика. Людмила Михайловна Мельникова пришла на Библионочь впервые и осталась в восторге. Очень понравилось. Надо обязательно это расширять. Я думаю, народ будет ходить. И почему бы летом в сквере не проводить такие мероприятия, танцы. Почувствовать себя средневековым ремесленником или викингом можно было в Краевеческом музее. На заднем дворе работали кузнецы, которые показывали, как делали гвозди наши предки. Активисты объединения «Лайф Хистери» решили показать саровчанам, как выглядели вечера викингов и приготовили на ужин похлебку из редьки и ржаные лепешки по очень простому рецепту. Это пшеничная мука, смешанная с ржаной мукой. Ржаной муки здесь больше. Потом здесь мед, соль, вода и орехи. Все. В четвертый раз в рамках городской акции «Ночь в музее» волонтерский центр «Радость. Моя» и православное творческое объединение «Мир» провели праздник благотворительности «Белый цветок», который посвящен царской семье и направлен на возрождение традиций и милосердия. Все это очень душевно и помогает нам узнать историю. «Ночь в музее» полюбилась всем за возможность узнать интересные факты об истории экспонатов, о шедеврах и их создателях, об уникальных и раритетных вещах. Творческие мастерские, викторины, арт-марафоны, интерактивные экскурсии, концерты – среди огромного количества тематических площадок каждый мог найти занятие по душе. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.